Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат. Специально для Ческом.ру очередной обзор практически решающей сегодняшней партии, которая определила победителя Магнуса Карлсона, с чем мы его в очередной раз поздравляем, с еще одной блестящей совершенно победой. И сегодня вашему вниманию партия против Фабиана Каруана. Итак, сегодня Фабия начал ходом Е4, и они, в общем-то, как и в матче, на первенство мира, разыграли Рассалима, слом Б5, Ж6, и сделал ход Фабиана Ц3, ход, который, в общем-то, носит такой, в общем-то, вариант не самый принципиальный, в отличие от хода слом БЦ6, как, в принципе, что обычно делают заранее, не определяя порой положение Белого Короля. Ну, в общем-то, здесь четко Карлсон играл. Я могу сказать, что сегодня Карлсон сыграл практически идеальную партию, забегая вперед, делал потрясающее количество точных и сильнейших ходов, и сегодня просто его было не остановить. Ну, в общем-то, что произошло? Ладья Е1, рокировка. Я могу отметить, что помимо Ладья Е1 здесь есть гамбитный ход Д4, так где-то в 2000-х годах играли, жертвовали пешку на Е4 и получали определенную инициативу. Но в свое время, после хода Конь Д6, все же оценка была в пользу черных. Тем не менее, такой гамбит существует, чтобы на всякий случай вы знали. Итак, Ладья Е1, рокировка Д4, и Магнус здорово был готов по дебюту. Очевидно, что все линии будут проработаны более чем солидно. Последовал ход Д5, Е5. В общем-то, на эту позицию Карлона тоже смело пошел. И ходом слон Е3 пытался проверить, где же Карлсона готовка закончена будет. Тем не менее, после хода Ферзь Б6, точного хода, Ферзь нападает на слона и пытается определить положение. Здесь у белых была развилка. Развилка между слонами С6, что встречалось неоднократно, и ходом в партии. После хода слон С6, Ферзь С6 и именно Конь ФД2, то есть белым очень важно выбить коня с Е4, могла возникнуть следующая позиция, которая встречалась неоднократно в партиях сильных шахматистов. И, скажем, слон Ф5 – это один из основных ходов в этой ситуации, Конь Ц3. Здесь можно говорить о небольшом, совершенно таком мизерном преимуществе белых. Впоследствии они выменивают чернопольного слона и стараются как-то играть против вот этого белопола, который, по большому счету, немного пустой. Но позиция все равно очень крепкая, и, конечно, говорить о каких-то серьезных преимуществах здесь бессмысленно. Однако в партии Круана выбрал менее популярный ход Ферзь Е2, после чего Магнус сыграл самым точным образом. Слон ДС угрожает взятию на Е5, такой тактический трюк осуществляется. Поэтому Круана уходит на А4. Также встречался и другой ход. Но, в общем-то, это не столь важно на данный момент. Позиция, в общем-то, была около равенства практически всю дистанцию. И вот после хода Ладья Ц8, Конь Ц3, вот эта вот позиция структурная достаточно хитрая оказалась. Пешка на Ц3 и поле Ц4 всегда, в общем-то, стратегически может быть опасным для белых. Тем не менее, белые делают ставку вот именно на слона Ж7 по многих позициях. И после хода БЦ Ферзь Д8. Классный ход от Магнуса, который подготовил ход Конь А5. Классический ход с целью разменяя белопольных слонов и занять, соответственно, либо поле Ц4, либо атаковать пешку Ц3. И одна из ключевых позиций после хода Ферзь Д8. Слон Б3, Конь А5. Еще один точный ход. Я уверен, что подготовка Магнуса здесь еще была не завершена. Уверен, что эта позиция у него стояла дома. Одна из идей в том, что на Д5 брать нельзя из-за хода слона Ф5. Ну, точнее, конечно, играть так можно. Однако это не приносит какого-то конкретного результата. Мы видим сейчас атакован слон и атакована пешка Ц3. И лучшее, что можно за белых предложить, это ход Ц4. На что последует ход Е6. Слон в опасности. Белые играют слон Ж5. И теперь, скажем, после хода Ферзь Д7, слон Е4, черные просто-напросто отъедают на Ц4 и получают достаточно комфортную для игры позицию. Никаких матовых идей вокруг короля нету. Черных фигуры очень хороши. Пешка Д4 является объектом. И в целом все здесь под контролем. Так не последовало. И последовал ход ладья Ц1. Здесь был выбор. Конечно, белые могли и ладью Е на Ц1 поставить. Несколько вычурно. Но, однако, очевидно, что черные все же хотят на Б3 забирать. И, быть может, ладья на А1 в этом случае пригодилась бы. Но, кто знает. Тем не менее, ладья Ц1 ход тоже весьма конкретный. И позиция до сих пор весьма непростая. Однако Магнус здесь играл очень здорово. Конь бьет Б3 АБ. И пошел Ферзь Б6, нападая на пешку Б3. Также можно отметить, что была возможность организовывать проходную пешку А. Ходом А5. И встречая ход Ц4 разрывом А4. Но, тем не менее, Ферзь Б6, Ферзь А2. И здесь уже пошел Магнус А5. Позиция обострилась. Белые сыграли Ферзь А3. Нападая на пешку Е7. Поэтому спокойных, ладнокровных ход ладья Е8. И С4. До этого момента обе стороны играли лучшим, практически идеальным образом. И партия продолжилась. ДС-БС. Позиция очень острая. Потому что у белых образовывается центр. При случае надо следить за ходом Д5. И темпово надо обязательно играть за черных в том числе. То есть у черных появляется потенциальная проходная. Однако у белых вот этот вот движущийся центр, за которым также надо следить. Итак, Ферзь А6. Точечный ход. Нападая на пешку С4. И теперь белый обязан ставить пешку на С5. Но в этом случае мы видим, обнажаются все сразу белые поля. Где слон, который на Д7 сразу же их берет под контроль. Слон С6. Прекрасный ход. Классический ход. И здесь было следующее. Ладья Б1. После чего ладья некоторых вариантов готова заползать на Б6. Поле, безусловно, слабое. Его можно использовать. Но все же, как оказалось и в анализе в том числе, позиция белых все же пуста. Плоднокровная А4. И теперь первый момент, где Каруана мог сыграть чуть более хитро. Во многих позициях у черных выясняется, что появляется такая идея, как Б7, Б5. И что и отмечали наши прекрасные комментаторы. Александра Крещук. Такая вот идея, как Б5 с целью захватить диагональ полностью при случае ферзь Б7, либо Е6. Такой контроль осуществить. В некоторых вариантах слон С8 помогает пешке А вернуться дальше. Поэтому белыми, конечно, в плане стратегическом здесь играть нужно очень аккуратно. И вот после хода А4 ладья Е на С1. Возможно, имело смысл действительно сыграть ладья Б4, о чем говорили во время трансляции. Ход весьма глубокий. Однако ладья С1, ладья С на Д8 взял под контроль фешку Д. И как показывает, опять-таки, анализ, как во всяком случае показал по горячим следам, Магнус эту позицию просто очень здорово разложил. Понимал вообще здесь нюансы ситуации. И, по сути дела, строится игра черных на том, что в некоторых случаях черные готовы отдавать качество на поле Д4. Я сейчас покажу, как, в принципе, в партии это и случилось. С целью, в общем-то, этих слонов своих обнажить. И игра в этом случае, естественно, будет в пользу черных. Так оно и произошло. И после хода ладья Д8 Каруана сделал два достаточно второсортных хода. Ну и если первый еще явился несколько неточным, то второй уже явился достаточным проблемным. Итак, по большому счету, здесь бесплановая ситуация для белых. Быть может, им стоило попытаться вести коня по маршруту конь Е1, конь С2, конь Б4. Или конь Е1, конь Д3, конь Б4. Быть может, стоило попробовать пока создать, сделать себе форточку. Однако последовал ход конь Д2. В ходе конь Д2 не прослеживается пока никакой такой толковой идеи. Разве что, может быть, конь как-то пытался на Б6 попасть. Но, тем не менее, чисто вот визуально слишком медленный ход, нет никакого темпа в нем. И черные здесь, конечно, держатся не то что хорошо, а более чем хорошо. И здесь был выбор. Очевидно, что у черных прекрасная позиция, все фигуры подготовлены. И, в принципе, можно было подумать о подрыве центра ходом Ф6, что, безусловно, было интересно. Но Магнус сыграл более конкретно, сыграл Ферзь Е2 с целью перекрутить позицию. Быть может, на ладе Е1 Ферзь бы отправлялся и на Ж4. Кто знает, делал бы какой-нибудь пируэт. И вот после хода Ферзь Е2 Коруана осуществил, пожалуй, серьезнейшую неточность, сыграв Ф3. После хода Ф3 он позволил как раз-таки осуществить вот эту вот типовую тематическую жертву качества, а именно осуществить ход ладья Б4. И на слон бьет Д4, что, в общем-то, естественно, не было времени на ход ладья Е1 из-за хода Ферзь Д3. Мы видим, сейчас не успевают ничего в этом случае сделать. Приходится брать. Ферзь бьет на Д2. И выясняется, что провисает слон на Д4. Позиция становится несколько неприятной. Ладья Д1, Ферзь Ф4. То есть, опять-таки, у черных в чем сила заключается? В том, что слаба пешка на Е5 и сильна пешка на А4. Готовы черные подключать ладью, готовы подключать пешку Аш. В общем-то, у них полный комфорт и карбланш, так сказать, в этой позиции. И, в общем-то, партия уже пошла под диктовку Карлсона. Ферзь Б4, Е6. Еще один крепкий и надежный ход, который зафиксировал слабость на Е5. Убрал пешку, опять-таки, тоже из-под боя, из возможного. И решил к Ируанам перейти вот в такой вот Эншпель. Другого выбора, по сути дела, не было. Не знаю, может быть, стоило бы пытаться еще как-то сыграть ладью Д3. Но, по большому счету, это бы роли не играло, потому что на Е5 пешка все равно бы падала. После С3 взятие на Б4, слон Б4, отмечу, что на ладья Б4 черные бы играли слон Ф8, и пешка на С5 оказывалась под ударом. На слон Д4 еще одна связка, и, в общем-то, все бы терялось. Что произошло? После слон Б4 черные взяли на Е5, и эта позиция уже оказалась для белых тяжелой в плане игры. И ситуация весьма проблемная. После слон бьет Е5. Так, один момент. Белый слон ушел на А3. Ну и здесь у черных была масса продолжений. Можно было играть Ф5, подтаскивать короля на Ф6. Магнус решил более четко, более аккуратно, можно сказать, перестраховаться. Сыграл пока слон Ф6, король Ф2, слон Е7. Опять-таки взял под контроль слабость на С5. Все поля прекрасно контролируются слонами. То есть нет полей вторжения. То есть линия Д бессмысленна, бестолкова. А в то время как черные пешки уже начинают двигаться, в общем-то, план организации проходной по центру более чем естественный. И отмечу, что вот этот вот ход слон Ф6, слон Е7 тоже очень оказался сильным. То есть очень классным продолжением. Ладья Б6. Ну, Каруана сделал ход, может быть, даже для того, чтобы на всякий случай защитить себя от каких-то возможных ходов типа Б5. Кто знает. Но, тем не менее, позиция просто-напросто становится тяжелейшей. Ладья Ц8. И оценка с этого момента начинает только расти и расти в пользу черных. По большому счету, белые в этой партии так себя и не смогли уже проявить. Ф6, Ф4, Е5. Быть может, как-то белые могли еще эту позицию держать. Но она сама по себе неприятна. И Каруана, взяв на Е5, еще более ситуацию усугубил, как говорится, в этой и так неприятной позиции. Как я уже говорил, ладья Е2. И после шаха ладья Ф5. Классный тоже, опять-таки, перевод ладьи. При случае черной готовы играть Е4. Атакую пешку на Ц5. И тогда уже три пешки были за качество. Это будет более чем достойно. И, конечно же, белым остается лишь наблюдать за тем, как черная реализуется. Пребывать в роли так называемого статиста. Ладья Б1. Приходится возвращаться назад. Е4. Все как по маслу. Ладья С1. Пассивная позиция. Дается еще один точечный шах. Теперь выясняется, что нет времени на король Д2 из-за шаха на Ж5. А Ж3 образует еще одну слабость. Это поле Ф3, по которому, в общем-то, Магнус начал тревожить чернопольного слона. Слон Ж5. Ладья Б1. Заход на Ф3. Висит слон. Слон уходит на С1. Ну и здесь, естественно, не стал меняться. Желательно сохранять в таких ситуациях преимущество двух прекрасных слонов. И выясняется, что угрожает помимо А3 еще и шах на С3. И просто ход слон Д4 с тотальной доминацией. Ну и, ко всему прочему, марш короля в центре. Ладья Б6, ладья Ф5. Опять-таки, берет под контроль пешку С5. Это, конечно, потрясающая партия по технике. По уровню хода она одна из точно лучших за последнее время. То есть количество брака в этой партии сведено к минимуму. То есть не было ни одного совершенно какого-то пропуска пассового хода от Магнуса. Магнус был сегодня заряжен на победу. Совершенно невероятно. Ну и у него сегодня все получилось. Ну и вот в этой позиции после ладей Ф2, ладей Ф3. В общем-то, Каруана уже был совершенно бессил. Ну и, в принципе, весь турнир у него достаточно так вяло проходил. Взяв на Ф3 Еф, король Ф1, слон Д4. Здесь он признал поражение ввиду того, что черный король просто проникает на Д5. И партия завершается. Феноменальное достижение Карлсона. Отличная партия. Не к чему даже прицепиться. Маламальский. Ну, в общем-то, по сути дела, критическая ситуация для Каруана возникла после того, как прошел дебют в той позиции при пешке на С5. Магнус все-таки позицию понимал чуть лучше. Она для черных оказалась безопасной. Ну вот, как-то так. Сегодня весьма и весьма интересно. Но, опять-таки, по горячим следам я мог, естественно, что-то пропустить, что-то не так назвать. Поэтому не судите строго, друзья. Магнус побеждает в турнире. Не знаю, сколько добавил он пунктов. Идет ли он в В900. Или, быть может, набрав 10,5 из 13 все еще остался при своих. Ну, опять-таки, это для статистики, для тех, кто любит что-то посчитать замечательно. Ну, а завтра решающий тур. Решающее сражение. Тур номер 13. Напомню, что Даня Дубов, к сожалению, из турнира выбыл. Но, кто знает, быть может, что-то завтра получится. Его каким-то образом выпустят на партию с Карлсоном. Хотя я очень сомневаюсь. Но, тем не менее, как есть, так и есть. Поэтому, дорогие друзья, всем спасибо. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Завтра приходите и смотрите за партией. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok